Сотни автомобильных аварий, десятки людей на больничных койках, один из аэропортов даже остановил свою работу, отменили автобусные рейсы. В Украине из-за гололёда дороги и тротуары превратились в катки и стали настоящим испытанием и для автомобилистов, и для пешеходов. Все подробности расскажет Александр Васильченко. Утренний гололёд застал, как всегда, врасплох. Валентина спешила в больницу к мужу. По иронии судьбы, сама оказалась на больничной койке. Я спешила на электричку и так бежала и упала, сильно упала. И подняться не могла. А у меня перелом оказывается. В травмпункте говорят, сегодня работы прибавилось. Травмы в основном лёгкой и средней тяжести. С самого утра это были и скорая помощь привозила, и травмированные больные, и самообращение. За полдня, то есть обычно это где-то за сутки, у нас 30 человек в сутки. То есть сегодня мы приняли уже до двух часов дня суточную норму. Неспокойная обстановка была и на дорогах столицы. Мэрию утверждают, гололюду готовились. Подводят итоги. Сегодня было близко 100 ДТП в связи с ожиленностью в Киеве. До швидкою надошло 69 выкликов от киян, которые травмировались через погрешение погодных умов. 28 из них госпитализовано, 27 надано необходимую допомогу травмпунктам, 14 отримали допомогу на месте. А эти кадры сняли при въезде в столицу. В соцсетях водители сообщали, на трассах Киевской области из-за гололёда транспорт двигался со скоростью не более 20 км в час. Много машин слетело с дороги. У нас полиция заявляет, серьезных ДТП не произошло. А их основные причины – отсутствие зимней резины и нарушение скоростного режима. На сегодняшний день их от 0 до 9-й годы ранку 108. Ну, это значительно меньше, но не говорит о том, что у нас водители двигаются безопасно. Скользко сегодня было и в регионах. На трассе из Запорожья в соседний Днепр весь автотранспорт фактически стоял в пробке. Автобусные рейсы вообще отменили. Гололёд стал причиной смертельного ДТП на Харьковской трассе. Там легковушка, влетела многотонный грузовик. Тела двух погибших женщин пришлось извлекать спасателям. В самом Запорожье серьезных происшествий не было. Ну, судя по дорогам, утром еще в 6 утра, когда я выходил на работу, дороги не были посыпаны. Но сейчас уже дороги, я смотрю, уже очищены. Но тротуары, конечно, оставляют желать лучшего. Самая масштабная авария произошла в Днепропетровской области, вблизи Павлограда. В ДТП попали 9 машин. 4 грузовика, 3 автобуса и 2 легковушки. Пострадали 7 человек. Я ехал в сторону Павлограда, где-то километров 20. И тут, откуда ни возьмись, появляется эта «Газель». Она где-то километров 100 летела, врезала с меня. Я пытался как-то уйти в сторону, но было безрезультатно. Меня трубами достали или вытянули. Попала машина в ДТП, остановились. Побежали вытягивать людей с автомобиля. В нашу машину врезался «Ланос». Сложная ситуация была и в самом Днепре. В городе зафиксировали около 20 аварий. Страдают из-за гололеда и пешеходы. У меня возле подъезда так себе посыпано вроде, но все равно упасть можно. И человека 3-4, это я точно видела уже, как упали. А потом он сейчас вот шел, мужчина, как поскользнулся, и телефон его упал вот тут. В Черкасской области спасатели перешли на усиленный режим работы. В ледяную ловушку возле «Золотоноши» попал пассажирский автобус. Его занесло, и он почти полностью перегородил трассу. Сдвинуть с места машину получилось только при помощи сотрудников ГСЧС. Трагедия чуть не закончилась. ДТП под Каневом. Водитель фуры на скользкой дороге не справился с управлением и едва не слетел в кювет. Александр Васильченко, Сергей Бордюжа, Елена Миндалюк, Станислав Кухарчук, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова